Здравствуйте! Меня зовут Хабикирова Мадина Мухамедовна. Я работаю в гимназии номер 16 учителем русского языка и литературы. Сегодня у нас будет урок литературы на тему любовная лирика Фёдора Ивановича Тютчева. Цель урока – познакомить учащихся с любовной лирикой Тютчева, определить, что вбирает в себя понятие «любовь» у Тютчева, познакомить с некоторыми страницами биографии поэта. Сегодня мы поговорим о том, без чего наша жизнь кажется пустой, бессмысленной. Это любовь. Человек не может прожить без любви, ведь в жизни каждого она занимает особое место. Настоящая любовь всегда остаётся в сердце. Она не подвластна ни времени, ни тяжёлым жизненным обстоятельствам и даже смерти. По-настоящему в жизни счастлив лишь тот, у кого такая любовь была, кого посетило это прекрасное чувство. Так что же такое любовь? То чувство, которое заставляет нас грустить и радоваться, смеяться и плакать, которое помогает нам в трудные минуты жизни, даёт нам силу, а главное – дарит нам надежду. Конечно, полного исчерпывающего ответа на этот вопрос дать невозможно. Каждый понимает это по-своему. И каждый чувствует своё. Но я думаю, что все согласятся с тем, что любовь прежде всего чувство бескорыстное, вечное. Любовь – это та сила, которой движется жизнь, которая питает всё живое, которое помогает человеку выжить. Любовью пронизана вся жизнь. Конечно, поиски любви как идеала находят отражение в искусстве, в музыке, истории любви, сентиментальный вальс Чайковского, живописи, Мадонна Рафаэля, Джоконда Леонардо да Винчи и, конечно, в литературе. Ведь во все времена писатели и поэты обращались к этой теме. Они пытались найти формулу, ту самую формулу любви, ответить на вопрос, что же такое любовь. Обратите внимание на доску. Там написаны своеобразные формулы любви, слова о любви всемирно известных художников слова, как зарубежных, так и русских поэтов и писателей. «Тебе, любовь, как высшая награда, Франческо Петрарко. Любовь, над бурей поднятый маяк, не меркнущий во мраке и тумане. Любовь, звезда, которую моряк определяет место в океане». Уильям Шекспир. «Любовь – неведомая страна, и мы все плывем туда, каждый на своем корабле, и каждый из нас на своем корабле капитан, и ведет корабль собственным путем». Пришвин. «Только влюбленный имеет право название человека» Александр Блок. «Любовь неотделима от жизни, она ее основа». Итак, кто только не писал о любви, не пытался разгадать ее загадку, найти свою формулу любви. Давайте вспомним одну из формул любви Александра Сергеевича Пушкина. «Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то нежностью, то мим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог, любимый быть другим». Конечно, пытался это сделать и Федор Иванович Тютчев, в творчестве которого тема любви занимает особое место. В любовной лирике, в поэзии Тютчева появляется конкретный герой, обладающий типичными характерами. Первая любовь. Они познакомились во второй половине 1823 года, когда 20-летний Федор Тютчев уже освоил свои немногочисленные служебные обязанности и стал чаще появляться в свете. Пятью годами моложе его была Амалия Лерхенфельд, 15-летняя красавица. Она взяла под свое покровительство превосходно воспитанного, но чуть застенчивого русского дипломата. Теодор. Так звали Федора Ивановича Тютчева. И Теодор и Амалия совершали частые прогулки по зеленым, дышащим стариной предместиям. О тех временах осталось нам слишком мало сведений, но зато картину их воссоздают воспоминания Тютчева. За год их знакомства того самого золотого времени Тютчев был настолько очарован своей юной избраннице, что стал всерьез задумываться о женитьбе. Федор Иванович решился просить руки Амалии. Но русский дворянин показался ее родителям не такой уж выгодной партии для своей дочери. И они предпочли ему барона Крюденера. Спустя 13 лет после первой встречи с Амалией в 1836 году Тютчевым было написано стихотворение «Я помню время золотое», «Воссоздающее атмосферу прежней любви». «Я помню время золотое, я помню сердцу милый край, день вечерел, мы были двое, внизу в тени шумел Дунай. И на холму, там, где белея, руина замка вдаль глядит, стояла ты, молодая фея, нам шистый опершись гранит. Ногой младенческой касаясь, обломков груды вековой, и солнце медлило, прощаясь с холмом и замком и с тобой. И ветер тихий мимолетом твоей одеждою играл, из диких яблонь цвет за цветом на плечи юные свивал. Ты беззаботно вдаль глядела, край неба дымно, газ в лучах, день догорал, звучнее пела река в примерших берегах. И ты с веселостью беспечной, счастливой провожала день, и сладко жизни бестротечной, над нами протекала тень». Это стихотворение было написано в 1836 году, когда в душе поэта всколыхнулись воспоминания о юношеской любви. Жанр – любовная лирика. Это стихотворение богато эпитетами. Золотое время, милый край, мшистый гранит, метафорами, сердцу милый край, день догорал, тень жизни быстротечной, олицетворениями шумел Дунай, руина глядит, солнце медлило, прощаясь, ветер играл. Дружба, любовь длилась всю жизнь. В 1870 году, невзначай встретившись с Амалией Максимилиановной в курортном Корсбаде, Тютчев создал знаменитые стихи «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило». А весной 1873 года, ровно через 50 лет после воспетой им встречи над Дунаем, Тютчев уже на самом пороге смерти писал Дарье. «Вчера я испытал минуту жгучего волнения вследствие моего свидания с графиней Амалией Крюндер, которая пожелала в последний раз повидать меня на этом свете и приезжала проститься со мной». «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило». «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило», «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило». «Как тепло, как поздней осени, порою бывают дни, бывает час, когда поверье другу весною». «И что-то встретилось в нас, когда поверье другу весною». Элеонора Петерсен – это первая жена Федора Ивановича Тютчева. «Нигде человек не был столь любим другим человеком, сколь я любим ею. Я могу сказать, что в течение 11 лет не было ни одного дня в ее жизни, когда она не согласилась бы, не колебаясь на мгновение, умереть за меня». Так писал Федор Иванович Тютчев своим родителям. «Еще томлюсь тоской и желаний, еще стремлюсь к тебе душой, и в сумраке воспоминаний еще ловлю я образ твой. Твой милый образ незабвенный, он предо мной везде, всегда, недостижимый, неизменный, как ночью на небе звезда». В 1846 году, по происшествии 10 лет со смерти первой супруги, Тютчев посвятил ей проникновенное стихотворение «Еще томлюсь тоской желаний». В нем лирический герой тоскует покинувшей его возлюбленной. В тексте напрямую не говорится о смерти, хотя между строк этот мотив достаточно легко считывается. Как и во всех многих других интимных стихотворениях Федора Ивановича Тютчева, любовь здесь напрямую связана со страданиями. Благодаря использованной поэтам анафоре читатель понимает, что с момента потери возлюбленной прошло некоторое время, но боль в душе героя так и не утихла, горе его не стало меньше. Эрнестина Дернберг, вторая жена Федора Ивановича Тютчева. В 1838 году, после смерти первой жены, Тютчев заключает брак с красавицей Эрнестиной Дернберг, урожденной баронессой Пфефель. Прошла по жизни рядом с поэтом до конца его дней, став в полном смысле его ангелом-хранителем. Люблю глаза твои, мой друг, с игрой их пламена чудесной, когда их приподымешь вдруг, и словно молнией небесной окинешь бегло целый круг. Но есть сильней очарование глаза, потупленные ниц в минуты страстного лапзания, и сквозь опущенных ресниц угрюмый тусклый огонь желания. Игру глаз этой женщины поэт характеризует как пламена чудесную. Она может быть дерзкой и вызывающей, либо напоминающей небесную молнию, когда возлюбленная окидывает взглядом бегло целый круг. Однако поэта гораздо больше впечатляют глаза, потупленные вниз, в которых можно прочесть нерешительность, смущение, волнение и затаившуюся страсть. Елена Александровна Денисьева. Природа одарила ее большим умом и остроумием, большою впечатлительностью и живостью, глубиной чувств и энергии характера. Последняя любовь. О, как на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней. Сияй, сияй, прощальный свет Любви последней, зари вечерней. Пол неба охватила тень, Лишь там на западе бродит сияние. Помедли, помедли вечерний день, Продлись, продлись очарования. Пускай скудеет в жилах кровь, Но в сердце не скудеет рана. О, ты, последняя любовь, Ты и блаженство, и безнадежность. Это стихотворение было написано в 1852-54 годах и посвящено Елене Денисьевой. Сильное и глубокое чувство любви, Которое возможно лишь в зрелом возрасте, Описывает в этом стихотворении поэт. Жанр стихотворения – элегия. Оно точно так же, Как и все его стихотворения, Богато эпитетами. Последней, вечерней, Прощальной, олицетворениями. Пол неба охватила тень, Бродит сияние. Лексические повторы. Продлись, продлись. Помедли, помедли. По свидетельству Григорьевского, Увлечение Тютчева Денисьевой Вызвало с ее стороны Такую глубокую, Такую самоотверженную, Такую страстную и энергичную любовь, Что она охватила все ее существо. И он остался навсегда ее пленником. До самой его кончины. Денисьевский цикл – лирический памятник Этому символу, сильному и глубокому чувству. Его поэтическая летопись. А в лирический цикл, в денисевский цикл входит 10 стихотворений о любви. «Как захваченный водоворотом, он бесцельно метался в заколдованном круге нелепых, тяжелых, Подчас унизительных условий, созданного им самим положения, Являясь в одно и то же время палачом и жертвой». Так писал сын Тютчева, Федор Федорович Тютчев. «О, как убийственно мы любим!» Одно из самых, на мой взгляд, любимых и популярных его стихотворений. «О, как убийственно мы любим!» «Как в буйной слепости страстей мы то всего, вернее, губим, что сердцу нашему милей». «Весь день она лежала в забытии» – это стихотворение, которое он посвятил Денисиевой. «Все кончено. Вчера мы ее похоронили», – писал он после смерти своей возлюбленной. «Во мне все убито. Мысль, чувство, память – все. Пустота. Страшная пустота. И даже в смерти не предвижу облегчение. Ах, она мне нужна на земле, а не там, где-то», – писал Федор Иванович Тютчев. «Он нередко каялся и жестоко укорял себя в том, что в сущности он все-таки сгубил ее и никак не мог сделать счастливой в том фальшивом положении, в которое ее сам же и поставил. Сознание своей вины, несомненно, удесятерило его горе. Весь день она лежала в забытии». Это вот последнее его стихотворение, которое посвятил своей возлюбленной. Из воспоминаний Федора Ивановича, Федора Федоровича Тютчева, то есть это сын поэта. «Когда через 14 лет он потерял ту, которую так безумно и страстно любил, не был уже способен ни на какую активную деятельность. Смерть любимого человека, по собственному ему меткому выражению, сломившая пружина его жизни, убила в нем даже желание жить». «И последние 9 лет он просуществовал под постоянным, нестерпимым гнетом мучительного позднего раскаяния». Вот стихотворение, которое входит именно в Денисевский цикл. «Есть и в моем страдальчестве, страдальческом застое». «Сегодня, друг, 15 лет минуло». Тютчев сумел в своей любовной лирике отразить противоречивость этого чувства, чувства любви. И формула любви, о которой мы с вами говорили в самом начале урока, по Тютчеву, вот такая формула любви по Тютчеву. «Любовь равняется счастье плюс страдание, равняется жизнь». «Любовь равняется жизнь». То есть это формула, формула любви, которую вывел Тютчев. «Любовь равняется жизнь». «Любовь, по мнению Тютчева, несет ему и счастье, и страдания. Это роковой поединок двух сердец. Это борьба. В ней есть победитель и побежденный. Главное, что увидел и оценил Тютчев в женщине – это силу любви, силу чувства, ее способность на подвиг, на самопожертвование, на самоотдачу. Конечно, можно по-разному относиться к роковым страданиям Тютчева, к разным женщинам, но поэт вне осуждения. Оправданием для него служит любовь женщин, которые его боготворили. Думаю, надо иметь немало внутренних достоинств, чтобы быть любимым такими женщинами». «Я хотела бы, чтобы каждый из вас встретил в своей жизни человека, которому, как и Тютчев, вы могли бы сказать, «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло». Буду рада, если этот урок поможет вам иначе, более возвышенно посмотреть на взаимоотношения с друзьями, посмотреть по-другому, на дружбу, на любовь, задуматься об истинном значении любви в жизни человека. Домашнее задание. Еще раз перечитайте любовную лирику Федора Ивановича Тютчева. Из строк о любви поэта «Создайте венок Тютчеву поэту и человеку». И первый цветок в этом венке вплетаю я. Пусть будет вот это стихотворение первым цветком в этом венке. На этом наш сегодняшний урок закончился. До свидания. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова